Здарова, мужик! Сейчас хочу тебе вкратце рассказать про фаст, про быстрое соблазнение. Что это такое вообще? С чем его едят и так далее, да? Ну, начну с того, что такое вообще в принципе бывает, да? То есть... И для того, чтобы у тебя случился фаст, нужно, наверное, как-то вот изначально поверить в то, что он вообще возможен в жизни. То есть, ну, повторю опять свою любимую фразу, да, если у тебя нет там Роллс-Ройса или Феррари, да, то это не значит, что их вообще не существует в мире. Это просто значит, что у тебя денег нет. Вот. А они существуют. То есть то же самое про фаст. Если там в твоей карте сознание считается нормальным бегать за девушкой там три месяца, дарить ей подарки, цветы там и так далее. И потом, возможно, получить от нее секс, а возможно и не получить. Ну, как бы... Значит, для тебя это нормально, но это не значит, что не может быть по-другому. Итак, что я тебе хотел сказать? Ну, вот, для того, чтобы он случился, давай так, что нужно для того, чтобы вот фаст произошел? То есть, изначально хочу сказать, что фаст запланировать нельзя. Фаст – это вещь, которая совершенно случайно происходит и, как бы, она не планируется. То есть, да, если ты идешь в клуб, то ты можешь настроить себя, что да, я сегодня без девушки оттуда просто не уеду, и тогда у тебя будет фаст. Но я не говорю о клубных фастах, я говорю о фасте, который может произойти там при уличном знакомстве, при знакомстве в торговом центре и еще где-то. То есть, по сути дела, вселенная реально – это вот какой-то вот работа высших сил. То есть, вселенная, она так или иначе должна срастить каких-то двух человек, то есть, соединить их, встретить их в одном и том же месте между собой. То есть, она должна сделать так, чтобы ты встретился с какой-то девушкой, которая сейчас должна, вот, не знаю, в этот день заняться с тобой сексом, заняться с тобой любовью. То есть, отдать тебе какую-то нежность, а ты ей там и так далее. Ну, можешь заниматься жестким сексом, конечно. Конечно, несу сейчас не об этом. Смотри, во время фаста ты часто действуешь вот как-то бессознательно и интуитивно. То есть, сейчас расскажу по пунктам, что нужно делать, как бы не что нужно делать, но что должно быть в этой ситуации. То есть, по поводу интуитивности и бессознательности. То есть, вот у меня буквально на днях был фаст, я с девушкой познакомился в гуме. То есть, как это было вообще? Я сейчас скажу тебе только о знакомстве. То есть, мы с Ильей, моим помощником, зашли там в гумскую столовую пахавать. То есть, я набираю там поднос еды какой-то, ставлю его, чтобы там взять салфетки, что-то там, соль и перец. И просто смотрю, как по противоположной стороне, вот в гуме на третьем этаже, идет девушка. Ну, такая классная, красивая брюнетка. Вот, и я не знаю, вот как бы что, я в этот момент даже не думал. То есть, я просто смотрю на нее, она еще не видит этого, потому что там достаточно далеко, ну, метров, наверное, 15. Ставлю просто свой поднос вот так вот здесь, на общем столе, скажем, и просто направляюсь к ней. То есть, я в этот момент совершенно не думал, что будет с моей едой там, не знаю, съедят ее, не съедят там. То есть, мне было вообще пофиг. Я просто вижу девушку, и я даже не могу это объяснить, почему. То есть, я вот говорю сейчас про интуицию, про какое-то бессознательное. Я иду к ней, уверенный походкой, смотрю на нее, смотрю в глаза. В этот момент, в процессе того, как я к ней приближаюсь, я вижу, что она это замечает, смотрит на меня, и вот буквально через какую-то секунду она мне улыбается. То есть, она понимает, что я иду к ней, и как бы вот такая реакция. То есть, в этот момент, знаешь, вот в голове все переворачивается, и ты понимаешь, да, вот это твое. То есть, это как раз то, что нужно. Ты правильно делаешь, потому что ты сейчас идешь к ней. Я подхожу к этой девушке, начинаю с ней общаться. Что-то хихихиха-ха, два слова. Она сама такая говорит, там, как тебя зовут. То есть, она сама начинает знакомиться буквально. Вот. И самое, наверное, прикольное, что было, то, что, как бы, я ей начинаю говорить, что, ты знаешь, я вообще люблю обнимашки, там, я люблю, вот, знаешь, что-то такое, вот, открытых людей. А она такая, да, я тоже, короче, раз, раз, просто руки вот так вот расставляю в стороны, и типа, ну, давай обнимемся. То есть, для меня это вообще было шоком. Но такое бывает, ребят. То есть, к чему я это все говорю, что, действительно, иногда нужно просто не думать. Вот, смотришь, думаешь, да, все, я иду. Вообще, все выбрасываешь из головы и подходишь к этой девушке. Так, и смотри, вот, допустим, по пунктам, что нужно, чтобы фаст состоялся. Я, естественно, сейчас тебе подробно не буду это рассказывать, но я скажу поверхностно, чтобы у тебя была какая-то структура в голове. Значит, первый пункт, никто не должен никуда торопиться. То есть, если, вот, у тебя есть время, это хорошо. То есть, знаешь, бывает, что фаст обламывается, я сейчас в конце этого видео расскажу, только из-за того, что нет времени свободного. То есть, должно срастись следующее, чтобы и у тебя, и у девушки было свободное время. Допустим, ты подходишь к ней в торговом центре, знакомишься с ней, ты говоришь, там, а что ты, как ты вообще, куда ты? Говорит, а я гуляю. Ты говоришь, о, я тоже. И, соответственно, вы оба никуда не торопитесь. То есть, это важный момент. Второе, естественно, что должно возникнуть какая-то химия. Здесь ты на это повлиять не можешь вообще никак, никоим образом. Потому что, вот, бывает, знаешь, что ты сидишь на свидании с девушкой, да, там, сидите, не знаю, час уже общаетесь, и ты выдавливаешь из себя какие-то там слова, какие-то действия. Думаешь, блин, ну, надо бы на нее залезть, да, но вот так неохота что-то с ней общаться, честно. Хоть домой иди. То есть, бывает такое. А бывает такое, что ты просто видишь девушку, и все, у тебя просто загораются глаза, у тебя улыбка, от тебя просто прет какая-то невероятная энергетика. То есть, вот, химия, она обязательно должна быть. Химия – это такая неподвластная тебе штука, но вот это очередной пункт. Следующее, что должно быть, это раскачка по эмоциям. То есть, ты должен дать девушке эмоции. То есть, твои глаза должны просто гореть. Даже если ты идешь уставший, задроченный, вот в этот момент, как только ты почувствовал, что, может быть, это чуть фастовая ситуация, да, что, а почему нет. И вот ты чувствуешь ее ответную реакцию какую-то на себя хорошую, вот как с этой вот девушкой было про обнимашки. Потому что я, на самом деле, в тот день тоже был очень уставшим, мы снимали какие-то видео, и я потратил очень много энергии. И тут же у тебя загораются глаза, ты смотришь на нее вот таким вот взглядом просто, в котором написано, что, блин, я вкусно трахаюсь, не знаю, то есть, ты уже моя. То есть, там просто взгляд должен излучать все твое офигенское внутреннее состояние. Вот, следующее, вот, следующее, наверное, одно из самых важных, да, это разрешить себе все. То есть, тебе нужно сказать себе, все, мне все можно, я себе все разрешаю, у меня есть хуй, я мужик, поэтому мне все можно. Я хочу довести эту ситуацию до конца, то есть, значит, бывает, знаешь, такое, что вот как бы в твоей голове не укладывается, а как же так, то есть, я ее потрогаю, да, и она там не сольется. А ты пробуй, то есть, ты должен себе это разрешить, я этого хочу, я это делаю, и ты это сделаешь. И следующий пункт, который исходит из этого, да, пункт, я бы назвал его словом рискни, то есть, здесь нужно рисковать, да, и нужно, естественно, нужно, естественно, сейчас, ай, пофиг вообще на меня. Она в каком-то своем мире есть. Вот, смотри, то есть, и нужно, как бы, отказаться от результата, то есть, ты себе говоришь, я хочу ее потрогать, и ты ее трогаешь. Просто ты ее трогаешь, то есть, и, а там уже смотришь, как она на тебя реагирует, то есть, и знаешь, бывает такое, что для тебя просто шок, что она реагирует нормально. Вот это будет просто такой взрыв мозга у тебя, когда это случится. Но это случится только тогда, когда ты себе скажешь, да, пофиг, да, похер вообще насрать. Если я сейчас начну ее трогать, и она отморозится, ну, значит, так и должно быть. То есть, ты отказываешь этот результат, ты пойми, что если она должна отморозиться, то есть, она отморозится. Если эта девка не пойдет с тобой, если не будет фаста, если не будет там, не знаю, не важно, трехсвиданки какой-то, то, значит, это просто не твоя девушка. То есть, поверь мне, вселенная, она обязательно пошлет тебе твою. Как бы это надо понимать. То есть, поэтому ты отказываешься от результата, и ты рискуешь. Еще один, наверное, момент, который нужно добавить, нужно идти до конца. То есть, вот бывает, знаешь, такое, что реально вот некий такой страх успеха. А вдруг получится? А что я буду с этим делать, если у меня это получится? Как бы, куда мне потом с этим всем? Бывает, что человек, вот у тебя такой ситуации никогда не было, да? И ты в нее, можно сказать, практически не веришь, да? И уже все на мази, то есть, осталось только переместить ее вместо секса, и ты в какой-то момент начинаешь тупить, потому что думаешь, ну как, ну не бывает такого. То есть, когда у тебя в голове это не укладывается, да? То есть, сначала нужно себе это в голове представить, разрешить мысленно. Вот. И ты говоришь себе, пофиг, я рискну, я пойду до конца. Я лучше перегну палку, и она убежит там из тачки, не знаю, с криками, помогите, там, насилуют. Ну, это я, конечно, шучу, хотя и такое у меня бывало. Я один раз, когда ездил на десятке, бампер себя оторвал. То есть, задним ходом так резко разворачивался, даже девка выбежала и побежала от меня. Вот. И снес там, а по какой-то камень снес себе бампер. Вот. Итак, значит, еще раз, никуда не спешим. Должна быть химия, но это ты на это повлиять не можешь. Должна быть раскачка по эмоциям, ты должен просто светиться. Не важно, какое у тебя внутреннее состояние, даже если у тебя пес утонул сегодня, ты все равно должен светиться. Нужно рисковать, нужно отказываться от результата, и нужно идти до конца. То есть, вот это самое важное, наверное. Естественно, все это, как бы, на самом деле только поверхность айсберга, да, потому что информации по поводу фаста очень много. Я это рассказываю на своих тренингах, сейчас я не буду об этом говорить. То есть, в принципе, сейчас и не нужно. Вот. Я тебе скажу сейчас, как вот может обломаться фаст, да, из-за того, что, допустим, вот, ты не сделал. То есть, есть еще такой важный принцип. Никогда не щелкай клюв. То есть, вот у меня такой принцип по жизни. Потому что у меня было очень много ситуаций раньше, когда девушка оказывалась, ну, я еще до пикапа, до соблазнения. А девушка оказывалась у меня в квартире, допустим, да, а я на нее не залез. То есть, я даже ничего не делал, потому что я думал, ну, как так? Ну, как говорит одна моя знакомая, женщина-психолог, она говорит, если женщина пришла к тебе вечером, то она должна быть либо женщиной, либо никем. То есть, это говорит о том, что если девушка уже пришла к тебе в квартиру, ну, значит, она уже понимает, что секс будет. Блин, что же вы меня зажимаете-то? Вот. И, значит, суть в чем? Как у меня не так давно обломался фас? То есть, я ходил по торговому центру охотный ряд со своим клиентом, с индивидуальным тренингом. Вот. И мне осталось еще где-то там чуть больше часа с ним работать. Вот. Я его попинывал, смотрел. Ну, уже у него все хорошо получалось на тот момент. Я уже смотрел просто так, давал обратную связь, как он подходит, знакомится с девушкой. И я сам увидел девушку. Она такая была, светло-рыжая, прикольная, ну, довольно симпатичная. Не знаю, и то же самое, такой же бзик. То есть, я иду и захожу за ней вот в отдел со шмотками, куда она зашла. Хотя, вообще, в принципе, я рекомендую, да, всегда вытаскивать из магазина со шмотками, неважно, из любого магазина. И общаться в коридоре. Вот. Но здесь я решил почему-то там вот зависнуть, как бы. И там мы встали с ней в уголке, и там мы с ней общались. И буквально через пять минут общения я начал трогать ее за руки. То есть, у нее руки такие были скользкие какие-то, такие в каком-то креме. Она говорит, это вот меня там сейчас помазали в этом магазине косметики. И я начинаю стоять и просто натирать ей руки, как бы делать массаж. Вот. Начинаю ее обнимать. Я не могу тебе это объяснить, мужик. То есть, ну, это реально бывает. Ты просто внутренне себе говоришь, да мне можно. И второй, ты же тебе говоришь, да если она сейчас уйдет, абсолютно насрать. Все. Вот это самая главная составляющая. И понимаешь, твоим удивлением девка на тебя ведется. Ты начинаешь ее обнимать, нюхать. Не знаю, она вся вздрагивает от этого. То есть, мы, в принципе, там поговорили только о том, что, мол, как бы есть время вообще, да. То есть, какие планы. Она говорит, я сейчас гуляю, а потом свободно. Я говорю, блин, у меня, короче, сейчас нет времени. Я освобожусь только часа через полтора. В итоге она просто смотрит таким взглядом, что, знаешь, вот. Ну, это даже не описать. То есть, у нее в глазах написано, что да, я уже твоя. Вот. И прикол в том, что, как бы, мы с ней прощаемся. Она сделала мне дозвон. Я говорю, что, ладно, я через полтора часа тебе позвоню, заберу тебя, где ты будешь. И будем сидеть, пить чай, там, и делать те классные, приятные штуки. Тут уже было все понятно, что мы будем заниматься сексом. Но, как бы... А, вот еще прикольный момент, что, когда мы прощались, что для меня было тоже шоком. Ну, такое реально бывает нечасто. Она сама меня так вот легонечко укусила в шею. То есть, я думаю, блин, ну, пипец. То есть, это уже безотказная ситуация. Все. То есть, осталось только подождать. Но, случилось, в принципе, то, что, вероятно, и могло случиться, и должно было случиться, да. То, что в таких моментах надо отбрасывать абсолютно все свои дела. Но я, к сожалению, был на работе и не мог ничего с этим сделать. И если у тебя там какая-нибудь качалка или что-то, нет, ты забиваешь на это. И если для тебя секс сейчас в приоритете, и ты общаешься с этой девушкой. Как бы, в принципе, вполне ожидаемая ситуация, что через вот эти полтора часа девушка просто не вызвонилась. Я ей позвонил пару раз за вечер, она так и не вызвонилась. И прикол в том, что я ей позвонил еще на следующий день, ну, так, для проверки, да. И тогда она тоже не вызвонилась. То есть, что ей требовалось доказать? То, что, как бы, если делать, то делать сейчас. Потому что я ухожу, у нее включается мозг, то есть, и мозг говорит, я еще шлюха, да, с ним сейчас встречаться. Я же по-любому понимаю, что будет секс, да, и он это понимает. Если я сейчас приду, значит, я беру ответственность на себя, я ему даю, я слишком доступный, а я этого делать не хочу, потому что я не шлюха. Все. Ну, в общем, как-то вот так, ребята. Примерно такая информация. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки или дизлайки, смотрите новые видео первым. Пока. Пока.